Дорогие коллеги, я надеюсь, меня слышно. Мой доклад посвящен лимфами эстеток зоны мантии. Надо констатировать, что на сегодняшний день мы после нескольких прорывных, скажем так, исследований, на сегодняшний день у нас взята пауза в отношении данного лимфопролитеративного заболевания. И я попробую показать, в чём она выражается. Паузу я имею в виду в развитии подходов к терапии. Просто буквально два слова, что лимфома эстеток мантийной зоны это, конечно, одна из самых агрессивных лимфом с точки зрения лимфомогенеза. Это большое количество цитогенетических нарушений, грубых поломок уже в дебюте заболеваний. В этом плане лимфома эстеток мантийной зоны очень напоминает множественную мейлону, также с точки зрения генетической нестабильности, когда мы её видим уже в момент диагноза. Это очень важная история. Потому что эти два заболевания очень много объединяются. Но один момент, который их жёстко разъединяет, я о нём скажу чуть позже, объединяет их даже те группы препаратов, даже та схема подход к терапии, то есть индукция, консолидация высокодозная и длительная поддерживающая терапия. Всё это даёт преимущество не только в бессобытийной, в беспрогрессивной, но и в общей выживаемости. А общая выживаемость благодаря интенсификации терапии изменилась самым драматичным образом. В первую очередь, это интенсивная терапия. И тут надо сказать, что тут приведено исследование, сравнивая с просто курсом ERCHOP против ERCHOP-RTHAB в индукции с аутотрансплантацией в обеих рукавах. Это исследование важно тем, что аутотрансплантация сама по себе не исправляет все недостатки предыдущего лечения. Я здесь поддержу Сергея Михайловича. Я скажу просто, что нужно очень чётко понимать, что будь то аутотрансплантация, особенно аутотрансплантация, это всего лишь улучшатель, он не исправитель терапии. Это улучшатель. Также салогенная трансплантация, особенно первые полгода, она ничего не исправит. Она улучшит и исправит потом, только через полгода, через год. Поэтому, конечно, к этапу аутологичной или аллогенной трансплантации мы должны подходить с максимальной редукцией заболевания. И вот здесь кривые беспрогрессивной выживаемости, где интенсивная индукция, хотя и там, и там есть трансплантация, даёт преимущество, то есть терабин нужен. Но что очень важно, когда мы говорим о лимфомической материн-зоне, постоянно раздаются голоса о том, что не стоит ли редуцировать терапию, ведь есть группа благоприятного прогноза с низким пролиферативным индексом, с низкой массой опухоли или объёмом опухоли. Нет, не стоит. Это верхний график, это группа благоприятного прогноза, и там результаты более интенсивной индукции ещё более значимы. Это даёт большее преимущество. Именно на плечах этих больных строятся наши кривые в десятилетней выживаемости, что очень важно. Это наши исследования, которые мы проводили в гематологии, это высокий дот сатазара против платья на содержащих курсах. Но не будем вдаваться подробнее, скажем, что просто во всей группе больных 50 человек без прогрессивной выживаемости, 50% достигает пятилетней беспрогрессивной выживаемости, а десятилетняя выживаемость для 70% больных, и это очень-очень хороший результат. В первую очередь, конечно, за счёт пациентов, которые получили интенсивную терапию из группы низкого риска. Они живут без событий довольно длительное время. И есть сейчас пациент, у кого нет событий более 10 лет. Это очень важно. И что касается такого же переключения с множественными мейломами, это длительная поддерживающая терапия. Были проведены наблюдения в центрах, где проводили поддерживающую терапию или не проводили. Но одинаковая индукционная терапия была. Это чешский регистр. Мы видим, что общая выживаемость на левом слайде значительно различается не просто как в фолликулярной лимфоме, беспрогрессивная выживаемость, безрецидивная и так далее, а общая выживаемость на вот последних прима и так далее. Это всё одинаково. В фолликулярной лимфоме, но не в лимфоме спектакмонтийной зоны, не в множественном мейломе. И опять возникает вопрос, стоит ли нам остановиться в нашей агрессии. Мы достигли, мы провели интенсивную индукцию. Как представлено на этом слайде, 4 курса РТЦАП. Где-то что-то дожали, если не полный ответ, курсам РТЦАП странно, но антрациклины работают. Провели аутологическую трансплантацию, достигли МРД-негативности, причём оцениваемой не абы как, а методом полимеральной тюкной реакции, то есть высокочувствительным методом. И выясняется, что в целом в группе для всех больных ретоксимаб улучшил беспрогрессивную и общую выживаемость, поддержку. Три года раз в два месяца. Но в группе МРД-негативных, это красные кривые, он также улучшил беспрогрессивную и общую выживаемость. То есть, несмотря на глубокую ремиссию, чем дольше мы лечим, тем лучше. И это один из главных выводов последних лет. Как долго проводить поддержку терапии ретоксимабом? Вот здесь представлено исследование для пожилых пациентов, когда использовали РТЦАП против РФЦ, и плюс-минус поддержку терапии ретоксимабом. Выясняется, что проводить, по всей видимости, бесконечно. Бесконечно это, если мы отменяем через два года, то синяя кривая, те, кто продолжили, разительно отличается от красной кривой. То же самое на правом графике. Через три года. То есть, имеет смысл проводить, по всей видимости, долгом. Пять лет. Не знаю. Мы сегодня увеличили поддерживающую терапию с двух до пяти лет больных с лимфомой светоматийной зоны. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, с оглядкой на COVID. Конечно, с установками терапии, с вакцинацией. Сразу просто упомяну про это. И будем двигаться дальше. Среднедозная терапия. Серьезных изменений нет. Мы проводим РЧОП, это не очень хорошо. Это 18 месяцев беспрогрессивной выживаемости. То есть, через полтора года половина больных средствирует. Добавим поддерживающую терапию с лимфомой, ну, чуть позже. Но появились новые данные, что бортозамид, включение бортозамидов в ЧОП-подобные курсы, вместо Винкритина, увеличил общую выживаемость. Очень долго он увеличил только беспрогрессивную выживаемость. Но статистически, достоверно, разошлись. Поэтому схема ВРК, да, это плюс, можно использовать. Такой же по смыслу режима ТРБ плюс бортозамид, РИБВД, французский режим, его используют. Частота полных ремиссий довольно высокая, 75%. Это сильно выше, чем в схеме ВРЧОП, где не более 50%. Реально около 35% полных ремиссий, я имею в виду. И 24-месячная беспрогрессивная выживаемость 70%. Это, опять же, лучше. Исследование не рандомизировано, это вторая фаза. Ну, для людей старшей возрастной группы, наверное, это хорошая опция. Ну и всем нам известная схема ВРБАК. Да, она токсична. У людей не моложе 60 лет, а там, где она создана, для людей 65-75 лет. Изучалась она в этой группе больных. Здесь 67-75. В этой группе больных, да, мы также это используем. В этой группе больных схема условно токсична. Приходится коррегировать дозы иногда. Иногда разносить межкурсовые интервалы. Но по выходу мы получаем 90% полных ремиссий. И мы, когда анализировали нашу российскую популяцию, мы получили точно такие же данные. Это очень хорошая схема для этих людей. Однако я знаю, что многие центры используют схему ВРБАК с первой линией терапии у молодых пациентов, потом консолидируют с аутотрансплантацией. Вы знаете, я, наверное, скажу, что это точно не самый плохой выбор. И это точно лучше, чем просто оставить ВРЧОП плюс аутотрансплантация. Наверное, эта схема можно применять и на более ранних возрастных группах. Что касается терапии пожилых больных, которые не могут выдержать ВРБАК. 70 плюс условно, 75 плюс. Здесь, конечно, на первую очередь всем хочется использовать новые препараты в первой линии терапии. Но вот и загвоздка. До сих пор мы не можем получить различий хотя бы в беспрогрессивной выживаемости. Когда мы сравнили схему ВРБ плюс-минус и брутинид, до сих пор нет данных. До сих пор. То же самое касается и других исследований. У нас все вторые фазы сплошные, третья фаза, все в ходу. Много разговоров идет про ревлимид. Есть ли минус ревлимиду во второй линии терапии, где он сегодня зарегистрирован? Скорее всего, нет. Исследования были не совсем корректные. Ревлимид сравнивался с монотерапией кемцитабином либо с монотерапией флудоробином. Да, он там превзошел. Но, боже мой, кто так делает сегодня? Никто в рецидиве не будет монотерапии проводить пациентам. Но в первой линии успокоены вялотекущие лимфомискетматинозоны старшевозрастной группы. Наверное, комбинация Р2 дает преимущество, и мы не можем это отрицать. Приходят исследования. Да, это маленькие популяции больных. В этом исследовании было 38, что ли, пациентов. И постоянная длительная терапия, это ретуксимаб с ревлимидом, и потом поддерживающая терапия до прогрессии. Обращаю внимание, это не остановка. Это постоянное воздействие дает высокую частоту ответов, 60%. Опять же, я подчеркиваю, это хуже РБАКа, это хуже РБ плюс бортозамид. Но в целом, наверное, при спокойном варианте заболевания это плюс. И здесь мы видим беспрогрессивную жадность 7-летнюю 60%. Конечно, это невозможно в реальной рутинной практике. Невозможно. Понятно, что была селекция больных. Но как метод, ну, мы должны про него помнить, ну, не забывать давать аспирин пациентам. И общего желаемость 73%. Очень интересно, кстати, различается 60 и 73%. Получается, что практически сразу, как только человек развивает рецидив, он погибает. Странная, странная немножко история. Терапия рецидивов. Собственно, в терапию рецидивов химиотерапия в то же самое время, в терапии рецидивов, я повторяюсь, извините, уходит полностью химиотерапия. В первую очередь выходит ингибитор тирозинки нацбрутона и винитоквакс. Почему? Попробую сейчас продемонстрировать. Химиотерапия, почему? Это, ну, не более 60-70% ответа во второй линии. И медианы беспрогрессивной выживаемости, ну, 18, ну, 24 месяца в лучшем случае. Это равняется, в принципе, окалабру тенибу, к примеру, на сегодняшний день. Но токсичность совершенно разная. И наши коллеги из Италии провели прекрасный, изумительный, мне кажется, клинический эксперимент. Они взяли пациентов в гомогенную группу больных. Это рецидивы после высокодозного цитрабина и аутологичной трансплантации. Там еще была поддерживающая терапия в лимитах. И посмотрели, что происходит с этими больными при терапии рецидива. И они разделили группу на ибрутинид, первый рецидив, РБАК, РБ и все остальное. Мы сразу говорим, что схему РБ мы закопали в сторону. Она нам неинтересна. Другие режимы нам тоже неинтересны. Почему? Результаты низкие. И выяснилось, что схема РБАК, казалось бы, ну, стронг, сильная терапия. Она равняется банальному ибрутинибу. Ибрутинибу в первом рецидиве. И выяснилось, что если рецидив ранний, то ибрутиниб выигрывает. Если рецидив поздний, более двух лет. Более, не один год, два года. Во всех лимфомах, хроническом лимфлейкозе понятие ранний и поздний рецидив смещаются. Если рецидив поздний, то там РБАК становится лучше. Но в целом они примерно одинаковы. Но токсичность, друзья, она совершенно разная. Это наш опыт. 106 пациентов. Это Москва в первую очередь. И наши данные от Натальи Борисовны Михайловой. Это все пациенты с рецидивами. Мы получили, очень важно, такие же данные, как в регистрационных клинических исследованиях. То есть медиана беспрогрессивной выживаемости 13 месяцев, медиана общей выживаемости 2 года. Но я подчеркну, что это вся группа больных, и это реальная практика. Больные с агрессивными вариантами лимфомы составляли почти половину. Это бластоидные варианты, гиперликсозы, высокие КИС-67. И они, конечно, сильно ухудшают ситуацию. Это больные, которые быстро рецидивируют, прогрессируют и, к сожалению, быстро погибают. Если развивается прогрессивная брутинида, то общая выживаемость 3 месяца. 3 месяца. Это ужас, катастрофа. И вот такая вот токсичность у наших пациентов, которая приводила иногда к корректным доз препаратов. Но, опять же, я подчеркну, эта токсичность ничто по сравнению с токсичностью после схем агрессивной терапии. Такое, как РБАК, АРБ, если все не работает, появляются более таргетные препараты. И было исследование, которое мы все знаем, или в Эйд, где и брутинид, и окалобрутинид в хроническом лимфоликозе показывают примерно одинаковые результаты. И окалобрутинид выигрывает за счет токсичности. Меньше частота развития осложнений. Но в лимфоне исследовательной зоны окалобрутинид говорит о том, что частота ответов выше. 90% хоть каких-то ответов, включая стабилизацию и так далее. А частота, в принципе, ответов 80% и беспрогрессивное выживание 19,5 месяца. То есть на 50% было 12-13, стало 19 месяцев. Это очень интересно. Но мы в это не сильно сразу поверили. Пришел в зону брутинид и говорит, у нас такие же результаты. Но в зону брутинид, окей, китайцы, мы к ним относимся очень-очень аккуратно. Тем более, когда исследование проведено целиком на китайцах, без внешнего контроля мирового. Поэтому мы ждем результатов международных исследований с контролем международными компаниями. Но у больных, даже если мы используем окалобрутинид, при высоком индексе K-67, более 50%, это вторая строчка, мы видим, что медианы также различаются. 35 месяцев против 6 месяцев. Ужас-ужас. И понятно, что в этой группе больных надо что-то менять. Но если возвращаться, врут, не врут фармкомпании нам. Вы знаете, по всей видимости, не врут. Вот что интересно. Ньюсен новый ингибитор тирозинки нас брутона. Ультраселективный. Посмотрите, он не ингибирует другие тирозинки нас. Он ингибирует только тирозинки нас брутона. И он настолько классно работает, что мы обратим внимание на темно-синие столбики. Это больные, которые сошли с терапией предыдущим ингибитором тирозинки нас брутона. Из-за прогрессии. Не из-за токсичности, а из-за прогрессии. И им дают вот этот ингибитор локса, новый, ультраселективный. И достигают у части больных ответы, а у маленькой части больных полные ремиссии. Поэтому вопрос с селективностью здесь не решен. Как улучшить ситуацию? Винитоклакс. Он работает после окалобрутиниба и брутениба. Но не очень хорошо. Но если их соединить сразу, то в группе больных, где ультраплохой риск, то половина больных имела поломки в 17П, в гене П53. У них хорошие, длительные, продолжительные ответы. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день вторая линия терапии, очевидно, будет выглядеть очень просто. И брутениб или окалобрутеник плюс винитоклакс. Исследование, которое докажет это сейчас в ходу. И буквально два слова. Я вижу, что я вырвался за тайминг. Чем отличается лимфома, спецмонтинзона от множественной меломы? Ее можно вылечить, используя аллогенную трансплантацию. Это странно, но это так. Часть больных долго живет и не рецидивирует. В отличие от множественной меломы, где там что-то на 25% длительная выживаемость. Но что еще интересно, как ПСЛ сработало в этой популяции больных. В остром лимфобластном лейкозе не очень хорошо сработало. Они рецидивируют, нужна консолидация второй трансплантации. Диффузный бэккрупно-клеточный лимфомы условно, да, срецидивировал. Но мы знаем, что диффузный бэккрупно-клеточный лимфомы можно вылечить. Но в множественной меломы полный провал карты ПСЛ. Медиана без прогрессивной выживаемости всего полтора года при 300-500 тысяч долларов вложений. Но анти-сиди-19 при лимфоме-склеточном антивной зоне сработали. Мы видим много больных при прогрессе наибрутинибе, где медиана общей выживаемости 3 месяца была у нас, за границей 6 месяцев. Тут они живут более двух лет. Вау! Очень важно, что при использовании другой карты ПСЛ, другой исследовательской команды, мы получаем точно такие же результаты в виде достижения более чем половины больных, полных ремиссий и более чем 80% больных ответов. И видим, у многих больных это длинные ремиссии. Не 3, не 6 месяцев. Они переживают 2 года. Это уникально. Поэтому у нас на сегодняшний день есть, конечно, точки роста. И они сегодня заключаются, наверное, в комбинировании препаратов таргетных в первом рецидиве. Для молодых больных перевод их даже может быть не аналогенную трансплантацию на карты ПСЛ. И, конечно, карты ПСЛ будет развиваться. И точка развития будет в том, что мы фармкомпаниям скажем строго нет. Мы не будем покупать у вас за 300-500 тысяч долларов. Мы обратим наши взгляды на восток и будем покупать векторы за 50 тысяч долларов. Я уверен, этот вопрос решится буквально к 2024 году. И если мы сможем покупать векторы и делать весь конструкт у нас, у себя, а для этого у нас все уже есть. Во многих клиниках есть вот эти милпини-приборчики, все стоят. Бульончики, в которых клеткам надо вариться. Мы сделаем здесь большой шаг вперед для наших пациентов. Спасибо большое за внимание. Извините за небольшую задержку. Продолжение следует...